Книга открытым оком. Пятый том. Вопрос 1425. Тема богослужения. По какой причине вещи, которые имели чисто практическое значение, например, филонь, плащ, эпитрахиль, полотенце, воздух, платок для отгнания мух и тому подобное, превратились в символы богослужения? Где доказательства того, что эти вещи действительно были бытовыми? Когда век это произошло и почему? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Иеремия, 17 глава, 9 стих. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Русская церковь никогда не брала за основу первоапостольское служение христиан. В реформу Никона схватка шла на уровне наших патриотов церковно-славянского языка. О Библии даже ни одного заседания не было. Ни слова не было о том, чтобы хотя бы разочек попытаться восстановить в уме, разуме, а как же служили Богу апостолы. За основу, за оригинал бралось то, что приняли в 1988 году от Рождества Христова из издыхающей Греции. За тысячу лет ни разу, ни минуты не посвятили этой теме. И сегодня в этих заумных, опошляющих бездуховных семинариях и академиях тоже ни словечко не замолвили о первоапостольском служении. Ни вздоха, ни тоски по нему, чтобы хотя бы раз прослужить так, как наши первоапостолы вели тогда богослужение. Открываем словари, в которых подробно дается описание назначения, происхождение этих вещей и предметов, которые уже так связали себя ныне, что без них и богослужение якобы не приемлется Господом Богом. В замен внутреннего духовного пошло овеществление, за умности потонула суть назначения жизни человека и его общения с Богом. Языческое плотяное, видимо, взяло окончательно и бесповоротно вверх над духовным, и горизонт вечности был затянут толкованиями, растолкованиями, комментариями на эти толкования. Брок Гаусс, Иефрон, Нюстрем, Дьяченко, Лопухин, Мертенсен, Фарар. Из всего этого многое брал Александр Мень, показывая истинное значение указанных и иных вещей. Точное число, когда это произошло, так возвысилось значение данных вещей, неизвестно, когда это произошло, но уже в IV веке все это было в ходу. Да и пусть, раз уж так понравилось. Но пошли дальше, без этих святынь и Бог тебя не услышит, вот где беда. Исходя из того, к какому обоготворению все подошло, то меньшим было бы упущением, если бы сразу же всего этого не допустили, а служили бы в простоте, как у лютеран, как пишет Чучев Ф.И. Продолжение следует...